Всем привет! Традиционная рубрика «Куплю больше не куплю» в конце месяца. И, как обычно, рассказываю о том, что у меня закончилось. Пустые баночки показываю и рассказываю подробненько о продуктах. Что у меня сейчас на губах? На губах у меня Loli Lips. По-моему, черничный оттенок. Здесь все очень быстро стирается. Не смогу вам подсказать точный номер. Но это черничный и, казалось бы, смотрится он очень ярко в самой упаковке. Но на губах, вот видите, деликатно, достаточно красивый очень блеск. Ну, обожаю. Потеряла два блеска, представляете? Я не знаю, каким образом сладкую вату, самый светлый потеряла. И еще есть чуть-чуть посветлее, тоже неоновый, красивый розовый. Потеряла, буду дозаказывать. Очень жаль, поэтому сегодня немножко темноватые, мне кажется, губы. Ну, в общем, вот такие у меня. Сегодня с утра было расстройство, когда не нашла эти блески. Ну, и начну со средств для дома. Первое, что вам покажу, у меня закончился освежитель. Еще в большой упаковке. Я его покупала давно. И очень долго расходуется. Ну, просто не дождаться, когда закончится. Даже хочется, чтобы уже какой-то другой аромат был. А этот все не кончается, не кончается. Ну, и последние капли здесь остались. Я никак не смогла их оттуда забрать. То есть, даже нагибая вот так к трубочке, я не смогла выброс, говорит, ну, ладно. Мне очень понравился аромат. Это антитабак. Хотя у нас никто не курит сигареты. И я не избавлялась именно от этого аромата. Просто сам по себе аромат очень приятный. И я повторю, если он у нас есть. Я, кстати, давно не вникала, какие у нас есть ароматы. Поэтому повторила апельсин и корицу. Была по распродаже у нас, была распродажа до минус 70%. Там он был всего лишь на 10 рублей подешевле. Но я взяла, потому что все, вот этот у меня уже был в пустых баночках. И в запасах ничего не осталось. Взяла апельсин с корицей. Я, кстати, не помню, показывала вам заказ или нет, где была распродажа. По-моему, нет. Ну, как-нибудь включу в другой заказ, покажу, что я взяла. Дальше закончила средства для ванной комнаты универсальные. Чищу абсолютно все в ванной. Все. Вплоть до ящичка для порошка в стиральной машине. Полочки, мыльницы, где вот мыло налипает, бывает, да, засыхает. И капельки мыльные на смесителях. В общем, все. Ну, обязательно в перчатках содержит активные кислоты. Очень быстро действует. Буквально наносишь на губку. Этой губкой протираешь поверхность какую-то. И за ней уже остается, за этой губкой остается чистый след. Не надо не тереть ничего. Ну, а если на ванне есть какие-то сильные загрязнения, например, там, ну, ржавчина. Бывает, подкапывает вода. И на самой ванне образуется такая желтенькая дорожка. То нужно минут на 10 оставить. Если за один раз не справилась, проявите терпение. Еще раз нанесите. И средство обязательно сработает. У меня оно постоянно в ходу. Я вам тоже рекомендую. То есть куплю еще и освежитель, и средство для ванной комнаты. Дальше. Ну, вот не знаю, у каждого есть или нет. Крымская морская соль я покупала в Ашане. Я даже не знаю, где еще можно найти. С ароматом розы. Я очень люблю аромат розы. В то время как сами цветы я вообще не... Они у меня последние в рейтинге. Кто инстаграм высмотрел, я даже писала, посвящала пост цветам. И действительно, я розы не люблю. Это самые... Еще ирисы. Знаете, мне не нравятся ирисы и розы. Вот если мне дарят розы, ну, я вообще... Не то, я вообще цветам не очень рада. Вот, а розам в десятерне. Но аромат розы я просто обожаю. И в ароматах, в парфюмерии, и вот в каких-то таких отдушках мне очень нравится. Ну, и здесь была достаточно крупная морская соль. Дочь принимает ванну. Сын тут тоже решил, что надо начинать уже в соленой воде купаться. Лето наступило, а на море мы еще не уехали. Вот, и с солью принимают в ванну. Теперь все, я не успеваю ее покупать. Ну, покупаю разную. Ну, конкретно вот сейчас показываю эту. Мне понравился аромат. Дальше. Покупала мыло детское в фикс прайсе. Вот в такой упаковке. Здесь, по-моему, был литр. Да, один литр здесь. И написано, что это крем мыло. По-моему, где-то написано детское мыло. А, нет, не крем мыло. В общем, это обычное прозрачное мыло. Без какого-либо аромата. Для детей, наверное, это самое то. Ну, а я его использовала в качестве мыла для рук, для повседневки. И, вы знаете, мне не понравилось то, что у него нет какого-то аромата. Хочется прям, ну, получать удовольствие, да. А здесь нет. Поэтому такое мыло я больше не куплю. Буду экспериментировать с другим. Вообще, я поняла, что когда бывают распродажи со сроками, с истекающими сроками годности, то там очень часто бывают какие-то гели для душа, пены для ванны. Вот это самое то. Берешь там за 50 рублей и выливаешь все это в дозатор для мыла, и пользуешься ароматами достаточно яркие. А когда покупаешь, ну, вот, незнакомый какой-то продукт в другом месте, то ты и получаешь неизвестно что. Например, как вот здесь, ну, непонятно какой аромат. Потому что протестировать невозможно. Дальше. Закончились у меня влажные салфетки для кожаных изделий. И это еще старая упаковка. У меня были запасы, в которых было 40 штук. У нас многие жаловались. Вот я помню. 40 штук я не успеваю использовать. Они засыхают. Услышаны, видимо, ваши конкретно жалобы. Вот у меня ничего не успевало засыхать. Меня устраивало за 99 рублей 40 штук. Теперь за 99 рублей продают 30 штук. И это, как говорится, да, бойся желаний своих. Они исполняются. Потому что за 30 штук мы теперь платим столько же. У кого-то, видимо, они теперь не успевают высыхать. И мне вот лично не хватает такой упаковки. И я начала перебиваться шановскими салфетками для кожаных изделий. Они там какие-то копейки стоят. Но у них нет ухаживающих свойств. Ими можно протереть пыль. А потом все равно хочется достать нашу салфетку и протереть поверх чистой уже кожи, чтобы придать прям такой ухоженный вид. Ну, вот так вот, девочки. Да, нужно было другую информацию в космос посылать. Дальше средства давайте порассмотрим для волос. Просто подряд тут попыталась на группу разложить. И сейчас буду вам показывать. Ну, закончилась разогревающая маска. Обожаю эту маску. Использую ее сейчас, ну, прям раз в неделю. Был период, когда вообще перестала использовать. Ну, это нужно время. Да, это нужно встать с утра, вымыть волосы, нанести на корни эту маску. На длину я наношу другую маску. Потом все это под пакет, под полотенце. И хожу до тех пор, пока она не прекращает свой разогревающий эффект. Волосы отрастают быстрее. И вроде как бы, да, мне вот смысл. Я каждый раз хожу на мелирование. Сижу там тоже по два часа, отдаю деньги за это. Волосы растут быстрее. Но пускай растут. Для меня важно, чтобы росли не только те, которые есть, а те, которые уснули. Мне их надо разбудить. Пусть растут. Буду платить за мелирование. Ну, что делать? Ну, вот сейчас опять приступила. Активно использую эту маску. И после нее и волосы прям какие-то другие, шелковистые. В общем, мне очень нравится. Ну, понятно. Я говорю сейчас о волосах при корневой зоне. Потому что она работает только с кожей головы. А на всю длину я использую другие маски. Я даже видео снимала по поводу ухода. Как я ухаживаю за волосами. Можете найти, посмотреть. Ну, или напомните мне в комментариях. Я прикреплю в описании. Сама найду. Дальше закончился сухой шампунь. Ну, вот ни с каким другим я не сравнивала. Вообще никогда не покупала этот продукт до того, как я купила его в Фаберлик. Поэтому сравнивать мне не с чем. Но я даже не хочу экспериментировать. Почему? Потому что устраивает абсолютно. Я всегда его беру по какой-то акции. Никогда не брала по полной цене. И, собственно, за те небольшие деньги, которые я отдаю по акции, меня он абсолютно устраивает. У меня у дочери, кстати, волосы светлые. И если она их не тщательно вычесывала, то у нее, ну, прям видно вот этот налет этого шампуня. Как будто мукой посыпана голова. Но это все вычесыванием тщательным все это снимается. И на своих волосах я такого не замечаю. Я думаю, что это просто огрехи ее использования. То есть нужно дождаться, когда высохнет, и все тщательно счесать. Тогда будет все в порядке. Кто-то жаловался на резкий аромат. Но я, честно говоря, не знаю, как пахнут другие, опять же. Но, с другой стороны, кто пользуется лаками для волос, мне кажется, что для них это будет достаточно привычный аромат. Ни хуже, ни лучше. Да, действительно, в закрытом помещении ты начинаешь задыхаться. Ты все это волей-неволей вдыхаешь. Но либо ты моешь голову, либо ты используешь этот шампунь. Тут два варианта. Поэтому не хотите вдыхать, мойте голову. У меня не всегда есть такая возможность. Я иногда посреди рабочего дня могу встать, пойти в уборную и освежить себе волосы прямо на работе. Потому что я вижу, что все у меня к серединке дня, допустим, после какого-то определенного шампуня, бывает до вечера не додерживает голова. И я использую. Да, в закрытом помещении достаточно душновато от него. Но ничего я особого не ощущаю. Даже не закашливаюсь. Я бывает от нашего воздуха закашливаюсь больше. Поэтому все в порядке с этим. Дальше. Попробовала я горячее обертывание для поврежденных волос. Умный кератин. За 99 рублей я купила как бонус за покупки. И использовала одну штучку. Ну, что хочу сказать. Я пока еще не сложила какого-то определенного мнения. Но волосы были очень послушными. И самое интересное, что когда я сняла упаковку с головы, волосы были настолько спутанными. Я даже не знала, как я буду это все расчесывать. Я наносила, когда состав вот этот на волосы. Они даже не становились какими-то вот такими мягкими. И, ну, допустим, вот я сегодня нанесла маску шоколадную. Тоже из серии SPA. Там прям наносишь маску, и волосы сами распрямляются, сами вытягиваются и сами по себе расчесываются. То есть здесь нет, такого точно не было. И когда я сняла шапочку, я руки в волосы запускаю и понимаю, что я не могу даже вот так руки продернуть. Думаю, интересно, как же я буду все это сейчас укладывать. Но самое интересное, когда я взяла большую щетку и взяла прядку, начала вытягивать, у меня просто все как по маслу пошло. Волосы оказались очень уплотненными. И сегодня, когда я смывала, мыла волосы, водой намочила. И они были достаточно такие плотные, жесткие на ощупь. Сейчас, конечно, все это смылось, мне кажется. И надо было делать повторную, потом третью ампулу. Там написан целый курс. Но мне сегодня с утра было, ну, очень некогда со всем этим ходить. Поэтому вроде выходной, а я не сделала ни одну процедуру, ни разогревающую маску, ни кератин. Ничего я сегодня не сделала. Дальше закончился гель для душа зима. И все-таки это самый-самый любимый гель для душа. Перевыпускают его каждый год в разной упаковке. Меняют аромат. Но сам гель для меня самый суперский, самый мягкий и самый-самый клевый. Сейчас у меня в запасах больше не осталось. И буду ждать. Может быть, даже на сайте поищу, еще не искала. У меня очень много сейчас гелей для душа стоит в использовании. В том числе и вот такой. Я покупала его с устекающими сроками годности. Несколько штук подарила. Несколько штук уже у меня у самой закончились. И в качестве мыла для рук я его использую. В дозатор наливала. Ну и в качестве геля для душа. Дети очень часто сейчас летом... Да и вся семья уходит в душ и расходуется очень быстро. Поэтому с устекающими сроками годности я его купила и ни разу не пожалела. Потому что мыло, не молоко. Немножко истек срок. Ничего страшного с ним не будет. Ну, мои любимые зубные щетки. Показываю вам пустую баночку. Да, я пользуюсь силиконовыми щетками. Сделала запас. Немножко дорожают они у нас в каталоге. Но пускай дорожают, лишь бы не выводили. Потому что на обычную щетку я пыталась перейти и не смогла. Все у меня так... Начали болеть десны от нее. Хотя покупала не дешевую, нормальную, дорогую щетку. Ну, все, я как-то вот привыкла к силиконам. Вся семья привыкла. И покупаем. Дальше закончились две зубные пасты. Одна Аква Фреш, вторая Тотал Репе. Да, я ее допользовала, эту пасту. И больше не куплю. Все. Для меня... Который раз, я уже вам говорю. Я не оценила пасты Фаберлик. Для меня недостаточно чистящих свойств. И для меня недостаточно в этих пастах сохранения свежести. Да, предотвращения образования налета даже. То есть... Ну, вот эта паста, кстати, тоже не кокущая в этом плане. И еще плюс ко всему она и цветная. И вот так выглядит уже, когда смешались розовые и синие цвета. Получилась такая фиолетовая смесь. Силиконовые щетки, кстати, они очень быстро впитывают в себя красители от зубных паст. И я сейчас стараюсь покупать пасты, чтобы они были белого цвета. И вроде бы пасты Фаберлик вот конкретно из линейки Эксперт Фарма подходят. И можно было бы ими пользоваться. Но я не ощущаю той свежести, которую я ощущаю после паст других марок. И поэтому для меня все. Вот покупала как новинку. Было интересно. Не покупала. Я даже, по-моему, за один рубль эту пасту забирала после очередной акции «Твой бонус». И, ну, решила попробовать. И все, я такую точно пасту больше не куплю. Я знаю, сейчас обрушится в комментариях на меня возмущение, что это очень клевые пасты, очень крутые пасты. Девчонки, ну вот, что я могу с этим поделать? Лично я с этим не могу. Я бы с удовольствием не искала какие-то акции там в Едодиле, еще где-то на другие пасты. Не заморачивалась бы, не ждала где-то купить сразу про запас. Я бы покупала у нас и покупала. Но я не могу себе ни одну найти пасту, которая работала бы так же, чтобы зубы у меня были как отполированные, чтобы это длилось до вечера. Не могу такую пасту найти. Не знаю, может быть, у меня как-то организм неправильно работает или еще что-то. Но я заметила даже, что мои тоже так же, вот они видят, две пасты стоят. И если я не расходую «Фаберлик», то ее никто не расходует. То есть она как стояла, так и стоит, потому что я обычно после себя выпрямляю вот так вот тюбик, и он стоит красивый. Когда берут пасту после меня, мои, она может после этого стоять вот такая. Сразу видно, что после меня кто-то пользуется. Не пользуется. Вот она стоит такая ровненькая, никто не берет. У всех одно и то же. Я вот бессильна здесь, поэтому если вам нравится, слава богу, что нравится. И ну вот я пока, я воздержусь. Конечно, если сейчас какую-нибудь опять новинку выпустят, я с надеждой ее куплю и попробую. И дай бог выпустят такую, которая будет работать на меня как надо. Поэтому такую точно опять все больше не куплю. Следующее, что хочу показать, это, ну как у нас называются, да, концентраты пищевые, функциональное питание. Ну, в общем, как угодно, только не БАДы. Но вообще в других компаниях это именно так и называется. Коинзим Q10 принимал мой ребенок. И я еще сама не покупала, для себя не покупала и не пробовала. Но она спортсменка и ей посоветовала педиатр. И мы принимали, я покупала. Узнавала дозировку тоже, кстати, снимала видео. Оно конкретно про омегу-3, большая часть там про омегу-3. Но были ответы на вопросы от обратной связи по коинзиму Q10, по составу, по содержанию самого бихинона. В общем, девчонки, посмотрите. Да, это уже, получается, вторая ссылка, которую я вам обещаю на видео. Поэтому напомните, если я забуду прикрепить. Следующее, что я покупала для себя. Мне было очень интересно попробовать. Это концентрат безалкогольного напитка Алоэ Баланс. Вот такой маленький флакончик. Здесь всего лишь 100 мл. Я ждала акцию 349 рублей, он бывает у нас. Ну, минус скидка консультанта. Это, кстати, может любой абсолютно получить. Не переплачивать каким-то своим продавцам. Получать еще и подарки. Ссылка будет под этим видео. Можете пройти, зарегистрироваться. И с этого момента у вас будет и подарок за заказ, за первый, если вы выполните условия. Ну и 20% скидка. Это уже все всегда будет за вами. Если постараетесь, то и 26. Ссылка, кстати, моя персональная. Если вы проходите именно по ней, то попадаете ко мне. И я буду вашим помощником. Буду помогать вам в оформлении, с советами. В общем, можете обращаться ко мне уже лично. Как применять? По одной чайной ложке развести в стакане 200 мл воды. Я принимала с утра. Вот я почистила зубы. И у меня прям инстинкт. Мне нужно пойти и выпить стакан воды. Если я раньше в эту воду добавляла ложечку меда, например, то сейчас мне надоела вода с медом. Пила чистую воду. А потом стала принимать конкретно вот вместе с этим. Очень приятный получается напиток. Такой, знаете, как очень-очень разведенный лимонад. И для чего я это применяла? Ну, во-первых, алоэ. Это очень полезно, да. Но я не могу сказать, что когда я не принимала, я чувствовала себя отвратительно, как только начала принимать. Жизнь наладилась и все стало хорошо. Нет. Но основной функцией, насколько я помню, здесь было чищение организма. Действительно это присутствует. То есть минут 30 проходит и все. И ты уже готов чищать организм. Извините за подробности. Но это описывает как основное свойство. И я подтверждаю, что оно и есть. Уже читала ваши комментарии, что у кого-то это не работает. Ну, девчонки, что я могу сказать? Тут, видимо, индивидуальные особенности организма. И, не знаю, я принимала раз в день, а можно два раза в день. Не знаю, как принимали вы. Напишите, как вы считаете, почему у вас не работает. Но я еще замечу, что я стараюсь не принимать такие продукты, которые закрепляют наш стул. Например, рис. Или летом, когда ты много находишься на солнце, продукции, содержащие кальций. То есть это все, все вот это сухари там, какие-то сушки. Да, вот все, что закрепляет, я стараюсь не есть. Я не ем рис, уже не ела очень давно, чтобы вот прям сварить рис и поесть. Или суши, например. Да, тоже я стараюсь избегать, потому что потом однозначно будет проблема. И это очень неприятная проблема. И, конечно, я эти продукты практически исключила. Я даже не хочу их. Дальше, что у меня закончилось? У меня закончился Шанель Шанс Фрэш. Наконец-то! Честно, я последние несколько недель интенсивно им пользовалась, чтобы уже выбросить флакон. У меня еще был Шанель Тандер. Я тоже хотела то же самое сделать, но поняла, что вообще не получаю никакого удовольствия. Отдала дочери. Та с удовольствием пользуется. И скоро в пустых баночках будет и он. А я пока пользуюсь аналогом Ренаты Секрет Зеленый. И очень даже там немножко другие ноты. Аромат воспринимается, соответственно, по-другому. Но общее есть с Тандером. И я с удовольствием пользуюсь. Кстати, да, он не такой стойкий, как красный Рената. И где-то к середине дня я его перестаю ощущать. Но окружающие говорят, что от меня еще пахнет. Ну, бывает такое, бывает такое. Для меня это не совпадение ароматов, когда окружающие чувствуют, а я нет. Для меня должно быть все наоборот. Хотя теоретически кто-то такую теорию выдумал. Я не знаю, я для чего должна покупать аромат, чтобы его другие ощущали. А нет, я ведь должна удовольствие получать. Поэтому для меня эта теория, она просто бредовая. И пусть это, да, я вот так сейчас жестко сказала, но для меня это бредовое. Я должна в первую очередь ощущать аромат и получать удовольствие, а не окружающий. А у меня получается... Ренату секрет ощущаю первые два часа, а потом обонение притупляется. Ну, видимо, надо чередовать, чтобы я день одним ароматом пользовалась, день другим. И тогда я буду его ощущать подольше. Это 100%. Дальше закончили. Это уходовые пошли средства и декор. Закончилась крем-масло для тела ванильное. Это попадает в разряд больше не куплю. Кстати, шанс фреш тоже попадает в разряд больше не куплю. 100 мл я закончила и больше не хочу его покупать. Встала. Алоэ баланс. Ну, честно, пока у меня особой проблемы нет, я повторять не буду. Но если вдруг что-то произойдет и мне понадобится, я обязательно повторю. Коэнзим Q10 повторяю. Для дочери она пьет. И у нас сейчас есть, она продолжает пить из запасов. Ну, крем-масло, вот это почему я больше повторять не буду, из-за того, что для меня слишком тяжеловатый аромат. Вот этот ванили, ну, вообще пахнет Рафаэлло, я уже говорила, конфетами Рафаэлло. И крем-масло для тела я предпочитаю покупать из линейки СПА розовенькое. И его, оно у меня уже, кстати, есть, ну, а это только из-за аромата. А эффект классный, действительно, масло действительно очень хорошо напитывает. Ну, и для лета все-таки тяжеловато, если вы планируете прикупить. Закончился ночной крем Гардерика, девочки. Сколько он у меня, я не знаю. Я его доставала, наверное, год назад, если не полтора. Начинала пользоваться, потом переходила на другие линейки. И, наконец-то, закончилась сейчас. Очень долго у меня расходуются кремы. Ну, просто очень долго. Я не знаю, мне хватает, я даже пробником, я беру пробник 5 мл на отпуск в 14 дней. Могу привезти оттуда еще остатки. Я не знаю, почему так. Почему кто-то за полтора месяца банку крема. Ну, говорят, да, что у меня, допустим, для шеи отдельный крем, и круглаз отдельный крем. А кто-то, может быть, и лицо, и шею, и декольте, и руки, и вообще все мажет и... Мажет, да, слово такое. Уже обсуждали. Да, тогда у них расход, конечно же, больше. Но все равно, все равно это не настолько вот шея не такую большую площадь занимает, чтобы настолько увеличить расход. Не знаю, очень долго. А вот крем для рук у меня очень быстро улетает, потому что я им по 3-4 раза в день мажу руки. На работе, утром, перед сном. У меня просто везде, в каждом углу квартиры стоит по крему, чтобы, если мне захотелось нанести на руки, чтобы он был рядышком. Формула омоложения однозначно куплю еще. Насчет вот этого крема, куплю или не куплю, мне он очень нравится. И, несмотря на то, что выходят новые линейки, иногда хочется вернуться к тому, что тебе уже 100% нравится. И, если я не найду никаких альтернатив, то однозначно куплю и рекомендую этот крем. Могу не купить только по той причине, что сейчас очень много новинок, и хочется что-то попробовать, и, возможно, я переметнусь на что-то другое. Этот крем однозначно буду покупать еще. Мне все нравится, и аромат, и эффект. Следующее. Сыворотка Ренаваш. Ну, вот смотрите, какой минус большой. Была очень красивая сыворотка после использования. Этикетка вся помутнела и выглядит, ну, очень непрезентабельно. Не знаю, передает сейчас камера или нет, но мне даже не очень приятно брать в руки. Вот это, я считаю, большим минусом. И лучше бы здесь была не наклейка, а просто нанесение на само стекло. Стеклянная упаковка. Здесь пипетка. И сыворотка мне очень понравилась. Вот в этой линейке есть средства, которые мне обжигают лицо. Это тоник и маска. Вот маску прям не знаю, то ли мне уже ее отдать кому-то и не мучиться больше. На протяжении всего действия маски на лице она мне жжет лицо. Ну, никакого покраснения, ни шелушения, она никаких побочных действий не оставляет. Лицо напитанное. Ну, вот это само, вот то, что нужно потерпеть, мне не нравится. А сывороткой такого не было. И крем для век я использовала прекрасно, и дневной крем я использовала прекрасно. Ну, и сыворотку. Моментально она у меня впитывалась. Однозначно, я бы ее купила еще, опять же, если бы не такой ассортимент огромный. Бальзам закончился для губ зима. Обожаю тоже эти бальзамы. В общем, линейка зима, это прям, это прям мое. И сейчас по распродаже с 70% скидкой там у нас была, да, и цены уходят на каникулы. Я купила себе еще два бальзамчика, и уже сейчас один открыла. Дальше покажу маски, которые у меня использовались. Это Beauty Lab. Ну, это маска мгновенного действия для того, чтобы вам нужно было мгновенно похорошеть. Я не знаю, есть ли у нее какие-то уходовые свойства, но мне кажется, что она чисто такая косметическая, когда ты, непонятно, что у тебя на лице, тебе нужно бегом куда-то собраться. Ты на 10-15 минут ее наложил, потом смыл, и лицо у тебя как новенькое, как будто после процедур каких-то косметических. Ну, и делю эту маску. Сначала часть гелевая, а потом идет вход вот эта тканевая на следующий день. Обратите внимание, я ее под себя немножко подстраиваю. У меня не хватает расстояния вот в этом месте, и я просто разрываю ее в области переносицы для того, чтобы она хорошо легла на лицо. Она не очень большая, но достаточно для того, мне она, у меня, видите, очень высокий лоб, мне ее хватает примерно вот до этого места. Ну, и этого достаточно для того, чтобы самую видимую часть лба привести в порядок. Ну, и здесь она заходит немножко под нижнюю челюсть. В общем, вот такое лекало небольшое. Дальше, ну, альгинатные маски. Все время спрашивают, Марина, какой артикул? У меня есть целое видео про альгинатные маски. Нет у нас их больше в ассортименте, поэтому, девчонки, ищите где-то в других местах. Ну, а я пока использую наши запасы, да, уже истекли сроки, но я не думаю, что порошку этому что-то сделается. Ну, а вот эти масочки полюбила моя дочь, и я просто уже, не знаю, пачками ей заказываю. Теперь она попросила еще какие-то ей. В общем, у нее их сейчас штук 6 или 8, тоже она их с удовольствием использует. Поэтому это мне будет теперь... Хочу-не хочу, я буду их заказывать, потому что дочери нравятся. И, да, вот здесь гораздо больше лекала. Я тут какую-то наносила себе, она мне прямо аж вот чуть ли не до шеи вот здесь дошла. И, честно, мне нравится больше-меньше лекала, чем то, когда ты не знаешь, где ее как подзагнуть. И вот здесь тоже мы все разные и подстраиваемся. Тоже разрывала я область переносицы. Дальше. Декоративная косметика. Закончился карандаш Vivienne Sabo. И однозначно куплю его еще. Во-первых, он автоматический. Во-вторых, здесь просто шикарная щеточка для укладки бровей. Мне очень нравится. Но сейчас они поднялись в цене уже 300 с лишним рублей. И жалко, конечно, отдавать такие деньги. И жду, когда будет какая-нибудь акция, чтобы купить хотя бы на около 200 рублей. Тональный крем Stéon. Я прям хочу снять макияж с этим тональным, девочки. Я в сочетании с кремом, с моментальным осветляющим эффектом получаю просто шикарный результат на лице. Во-первых, ложится очень тонко и ложится так, как будто бы у меня вообще на лице ничего нет. Скрывает очень деликатно. Никакого, посмотрите, нет перегруза косметики. Да, здесь у меня сейчас есть и румяна, и хайлайтер, и немножко пудры. Но у меня в разы облегчился макияж после того, как я их начала использовать в паре. Я обязательно сниму видео, я покажу, как это все выглядит в действии. Но я думаю, что это будет, ну, в ближайшую, может быть, неделю, дней 10. Ну и последнее. Stéon я куплю, кстати, еще. И, наверное, вот это прямо сейчас один из моих любимчиков. Вот это у меня был 62.12, закончился, а сейчас у меня 62.11 по светлее. Ну и последнее не куплю, потому что просто его больше нет. Это Blur. Он у меня, кстати, не закончился, 61.28. И последний раз, я периодически, кстати, им пользовалась. Последний раз, когда я его нанесла, я просто к вечеру покрылась прыщами. К вечеру. То есть, если раньше нужно было для этого неделю, то тут я покрылась уже к вечеру. Ну и все, для меня этот крем уже ушел в прошлое. Ну и, слава богу, больше не будет мне портить лицо. Ну, не знаю, если кому-то надо, он уже 100% просрочен. Нет, даже не буду никому отдавать, чтобы не портили лицо. Ну, девчонки, все, на этом все мои пустые баночки закончились. Думала, будет быстро, оказывается, опять 30 минут. Ну, извините, я не могу коротко и медленно. Стараюсь все подробно рассказать. Ну, и еще раз напоминаю, за регистрацию в Фаберлик всегда есть какой-то подарок. Посмотрите, какое сегодня число, посмотрите, какой действует каталог. И загляните на последнюю обложку. Там всегда будут показаны для вас подарки за первый заказ. Ждет вас скидка 20%. Ну, ссылка на регистрацию под этим видео. Буду рада видеть вас в своей команде. С вами была Марина Соловьева. Всем пока.